В этом уроке мы рассмотрим примеры создания и оформления таблиц. Откройте файл 3 таблицы, которые есть у вас на диске. В этом файле несколько листов. На первом листе здесь расположена таблица продажи мороженого по районам. На втором листе есть другая обучающая таблица. И на третьем листе есть третья таблица. В каждой из этих таблиц цветом обозначены ячейки, в которых расположены формулы. То есть все эти ячейки мы не заполняем числами, а должны рассчитать их по определенным формулам. Наша задача создать такой же документ с тремя таблицами. Для этого создайте новый файл в программе Microsoft Excel. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке «Создать». У нас появился новый файл «Книга 1». На первом листе создадим первую таблицу образца. Порядок выполнения таблицы и мороженое. В ячейке А1 нужно набрать название таблицы «Продажа мороженого по районам». Теперь вторую строку сделаем немного шире. Для этого слева на сером фоне между названиями строчек 2 и 3 нажмите левой кнопкой мыши, держите и тащите мышку вниз. Теперь нужно заполнить таблицу данными, как показано на образце. Заполнять будем все, кроме ячеек, обозначенных цветом. Чтобы текст полностью помещался в ячейке, сделаем немного шире столбец А. Для этого сверху на названии столбцов между буквами А и Б нажмите левую кнопку мыши, держите и двигайте мышку вправо. Теперь заполним ячейки и того. Для этого нужно выделить ячейки от B3 до E3 и нажать кнопку «Автосумма». Теперь мы можем заполнить значение суммы для всех последующих строчек. Для этого нужно сделать ячейку E3 текущей. То есть щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке E3. Теперь нужно подвести указатель мыши в правый нижний угол, найти маленький черный плюс, за него левой кнопкой мыши потянуть указатель мыши вниз до конца строчек. Мы заполнили формулами все ячейки столбца и того. Сейчас я отменю это действие и покажу вам причину частых ошибок при заполнении этого столбца. Например, мы начали рассчитывать сумму по строке. Для этого выделили все числа плюс одну пустую ячейку и нажали кнопку «Автосумма». Далее забыли щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке E3. И прямо сейчас взялись за маркер автозаполнения, потянули мышку вниз. Здесь отпустили левую кнопку мыши. Можно увидеть, что все ячейки заполнились данными точно такими же, какие были в первой строке. Это произошло потому, что мы не выделили ячейку E3, а применили маркер автозаполнения для всех ячеек этой строки. Кнопкой «Отменить» отменим это действие и еще раз повторяю правильный путь. Нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на ячейку E3 и только после этого воспользоваться маркером автозаполнения. Вот таким образом. Далее нужно рассчитать сумму по столбцам. Для этого выделим ячейки от B3 до B7 и щелкнем по кнопке «Сумма». Теперь нужно снова выделить только последнюю ячейку этого столбца, ячейку B7. Из-за маркера автозаполнения можно заполнить формулами все оставшиеся ячейки таблицы. Выделим всю таблицу и установим границы. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по кнопке «Границы» и выберите «Все границы». Выделите ячейки от A1 до E1 и нажмите кнопку «Объединить и поместить в центре». Теперь выделим ячейки от A2 до E2 и установим выравнивание посередине по центру. Эта кнопка задает выравнивание по центру относительно правого и левого края. Эта кнопка задает выравнивание посередине относительно нижней и верхней границы. Далее выделим ячейку A7 и установим выравнивание по правому краю. Теперь нужно переименовать лист 1, назвать его «Мороженое». Для этого щелкните правой кнопкой мыши на название «Лист 1», выберите строчку «Переименовать» и с клавиатуры напишите «Мороженое». Теперь нажимаем клавишу Enter. Далее можем перейти на лист 2. Посмотрим образец документа на второй странице. Ежеквартальный отчет по торговым точкам. Далее представлены наименование товара, цена, количество товара, проданное на первой точке, на второй и на третьей. И нам нужно будет рассчитать стоимость проданного товара. Обратите внимание, шапка таблицы состоит из двух строк, но в первом и во втором столбце ячейки этих строчек объединены. Переключимся на наш документ и создадим такую же таблицу. В ячейке А1 нужно набрать текст «Ежеквартальный отчет по торговым точкам номер 1, номер 2 и номер 3». Нажмем клавишу Enter. Далее нужно выделить ячейки А2 и А3, нажать кнопку «Объединить и поместить в центре» и теперь написать слово «Товар». Нажать клавишу Enter. Следующим шагом выделим ячейки B2 и B3, нажмем кнопку «Объединить и поместить в центре», напишем «Цена» в скобках 1 штука. После слова «Цена» нужно один раз нажать клавишу «Пробел», далее пробелов нигде нет. Текст, скобка, одна, штука, точка, скобка закрывается, нажимаем Enter. Может показаться, что текст не помещается в ячейку. Сейчас не обращайте на это внимания, мы чуть позже это исправим. Выделите ячейки C2 и D2, нажмите кнопку «Объединить и поместить в центре» и напечатайте номер 1. Нажмите Enter. Аналогично нужно выделить ячейки E2 и F2, объединить их, напечатать номер 2, нажать Enter. Точно так же поступаем с ячейками G2 и H2. Выделяем их, объединяем и пишем номер 3, нажимаем Enter. Теперь заполним ячейки «Количество» и «Стоимость». Установите курсор на ячейку C3 и напишите сокращенно слово «Количество». Нажмите Enter. В ячейке D3 пишем «Стоимость». Теперь мы можем скопировать содержимое этих ячеек. Нужно их выделить, навести указатель мыши на границу выделенного диапазона, на клавиатуре нажать Ctrl и удерживать эту клавишу, и далее левой кнопкой мышки передвинуть выделенные ячейки на две ячейки вправо. Отпускаем сначала левую кнопку мышки, потом Ctrl. Чтобы еще раз скопировать эти ячейки, повторяем действие. Теперь нужно заполнить данными остальные ячейки. Теперь, после того, как мы заполнили таблицу данными, нужно рассчитать стоимость проданного товара в каждой торговой точке. Для этого нужно будет перемножить цену товара на количество проданного товара в каждой торговой точке. Первое действие при заполнении формул – установить курсор в ту ячейку, где мы хотим получить ответ. В данном случае это ячейка D4. Щелкнем по ней левой кнопкой мышки. Теперь нужно с клавиатуры набрать знак «равно» и левой кнопкой мышки щелкнуть по ячейке, в которой расположен первый множитель. Это ячейка B4. Следующим шагом с клавиатуры набираем знак «умножить». И щелкаем левой кнопкой мыши по ячейке, в которой расположен второй множитель. Это ячейка C4. Формула закончилась, нажимаем клавишу Enter. Теперь, чтобы не печатать эту формулу для всех последующих ячеек, воспользуемся маркером автозаполнения. Установите курсор на ячейку D4. Подведите мышку в правый нижний угол этой ячейки. Из-за маркера автозаполнения протащите значение ячейки вниз. Теперь в каждой строке мы получили результат перемножения цены на количество проданных единиц товара. Заполним стоимость для торговой точки номер 2. Нужно установить курсор на ячейку F4. На клавиатуре нажать «равно». Далее мышкой левой кнопкой щелкнуть на ячейку B4, набрать «умножить». И левой кнопкой мышки щелкнуть на ячейку E4. Теперь нажать Enter. Далее также за маркер автозаполнения протягиваем формулу вниз для всех оставшихся строчек. Аналогично поступаем для ячейки H4. Теперь нужно заполнить суммарную стоимость в каждой торговой точке. Для этого выделим ячейки от D4 до D10 и нажмем кнопку «сумма». Аналогично для ячейок от F4 до F10 и для ячейок от H4 до H10. Теперь можно установить границы для этой таблицы. Выделим всю таблицу. Выберем все границы. Следующим шагом можно выделить ячейки от A1 до H1 и нажать кнопку «Объединить и поместить в центре». Далее нужно красиво расположить текст в первых двух ячейках. Для этого выделите эти ячейки. Выберите выравнивание посередине. Выравнивание по центру уже установлено. И теперь чуть-чуть правее нужно нажать кнопку «Перенос текста». После этого текст, который не помещался в ячейку, будет расположен на двух строках внутри этой ячейки. Теперь мы можем отрегулировать ширину столбцов. Например, увеличить ширину столбца А и уменьшить ширину столбца В. Можно также отрегулировать ширину столбцов D, F и H. Переименуем лист 2 в торговые точки. Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по названию лист 2, выбрать «Переименовать» и написать «Торговые точки». Чтобы зафиксировать название, можно нажать клавишу «Энтер». Перейдем на лист 3. Переключитесь на документ «Образец». И здесь тоже можно перейти на лист 3. «Фрукты». Здесь представлены наименования фруктов, их вес, цена. Нам нужно будет рассчитать стоимость в рублях и стоимость в долларах. Можем снова переключиться на наш документ «Книга 1». В ячейке А1 напишем «Фрукты». Нажмем «Энтер». Далее все, кроме формул, можно заполнить самостоятельно. То есть наименование фруктов, текст «Итого курс доллара», столбец «Б», столбец «С» и название столбцов «Д» и «Е». Формулы заполнять не нужно и выравнивание выполнять пока не нужно. Нужно просто заполнить таблицу данными. После того, как мы заполнили таблицу данными, можем рассчитать стоимость в рублях. Для этого нужно вес перемножить на цену. Первым шагом для нахождения результата нужно установить курсор в ту ячейку, где нужен ответ. Это ячейка D2. Щелкните по ней левой кнопкой мыши. Далее с клавиатуры набираем «Равно». И можно мышкой указать на ячейку B2. Но можно поступить иначе. Представим, что мышки сейчас у нас вообще нет. И будем действовать с помощью клавиатуры. То есть нам нужно указать ячейку B2. Я сейчас на клавиатуре нажму два раза на стрелку управления курсором влево. Раз, два. Посмотрите, после знака равенства у меня дописывается адрес ячейки B2. Далее нужно набрать знак «Умножить». Теперь нужно показать на ячейку C2. Это также можно сделать с помощью клавиатуры. Для этого нужно нажать один раз по стрелке управления курсором влево. Формула написана полностью. Чтобы увидеть результат, нужно нажать клавишу Enter. Далее выделим ячейку D2. И с помощью маркера автозаполнения заполним формулами все оставшиеся ячейки этого столбца. Теперь нужно выполнить команды форматирования. Сделайте шире первую строку. Выделите ячейки от A1 до E1 и установите выравнивание по центру, по середине и примените команду «Перенос текста». Теперь можно сделать ширину столбцов такой, чтобы весь текст отображался полностью. Для этого щелкните дважды левой кнопкой мыши на границе между столбцами A и B. Далее можно, наоборот, уменьшить ширину второго столбца, увеличить ширину третьего столбца и увеличить ширину столбцов D и E. Чтобы рассчитать итоговую стоимость, нужно выделить ячейки от D2 до D7 и нажать на кнопку «Сумма». Теперь можем нарисовать границы для таблицы. Нужно выделить ячейки от A1 до E7, нажать и удерживать клавишу Ctrl и выделить ячейки A8 и B8. После этого можем выбрать вариант «Все границы». Если переключиться на образец таблицы, можно увидеть, что там указана стоимость в долларах, она расположена в столбце E. Сейчас мы этого делать не будем. Последний столбец этой таблицы мы заполним чуть позже. Сейчас нужно всего лишь установить денежное обозначение для данных в столбце D. Выделите ячейки от D2 до D7 и выберите финансовый числовой формат, обозначение рубли. Поменяем название листа 3. Сохраним этот файл в нашу рабочую папку под названием «Три таблицы и результат». Выберем рабочий стол, выберем папку «Работа в Excel». «Сохранить». Теперь можно закрыть оба файла. В этом уроке мы рассмотрели примеры создания и оформления таблиц в программе Microsoft Excel. Продолжение следует...